Мусор станет меньше. Более 800 миллионов рублей направят на развитие новой системы обращения с отходами. Об этом было сказано в рамках встречи Владимира Васильева с главами муниципалитетов. Дагестан к зиме готов. В республике уже проводятся подготовительные работы к отопительному сезону. Здесь получают помощь более 8 тысяч детей в год уже 45 лет. Детская клиническая больница отвечает в свой юбилей. Вопросы демографии, образования и экологии стали главными на прошедшем семинар-совещании с главами муниципальных образований под руководством Владимира Васильева. Над какими задачами предстоит работать руководителям городов и районов узнавала моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Приглашая к обсуждению ряда важнейших для развития республики вопросов, Владимир Васильев напомнил руководителям органов местного самоуправления об их роли в этом процессе. Те задачи, которые нам поставлены, предполагают очень активную нашу работу. Коллеги, мы располагаем огромный потенциал. И вот сегодня я рад, что мы в такой системе обучения, когда мы все равны. Говоря о проблемных темах, спикеры совещания акцентировали свое внимание на вопросах дошкольного образования, который входит в нацпроект «Демография». Как показывает практика, проделанная работа на верном пути. Так, к примеру, в 168 школах открыты точки роста, где предполагается дополнительное образование детей. Кроме того, реализуется комплекс мер по обеспечению 100% охвата дошкольного образования. Мы создаем доступность, повышаем и качество образования в республике Дагестан. А это на самом деле мы, я скажу вам, у нас, в общем-то, старт достаточно низкий. Поэтому то, что делается вот за последние годы, я считаю, мы, вот просто не постеснявшись, скажу, в этом плане прорывные технологии используем. И в буквальном смысле слова, несмотря на то, что проблем много, идем вперед. Положительная динамика отмечается и в экологической сфере республики. С нового года Дагестан перешел на новую систему обращения с отходами. На их переработку уже в 2020 году будет выделено порядка 800 миллионов рублей. Уже намечен план строительства перерабатывающих заводов в нескольких районах республики. Создаются и новые рабочие места. На сегодняшний день мы запланировали на территории республики Дагестан построить 11 заводов. Мы расписали эту дорожную карту. Мы до конца года все это сделали. Но, несмотря на положительные изменения, все же главной проблемой столицы остается очистка города от мусора. Но виноваты в этом не только коммунальные службы, считают представители мэрии. Многое зависит и от культуры самих горожан. С нашей точки зрения основная проблематика – это менталитет людей. Я иногда высказываюсь в этом плане очень резко. Я говорю, мы не сможем убрать мусор в Махачкале, даже если установим все контейнерные подшарки. Все сделаем. И будут мусороперебратующие заводы. Все будет сделано. Но если мы здесь в голове не берем мусор, то мусор мы никогда не уберем. На встрече обсуждался ряд важных для региона вопросов – это и налоги, сетевая и газовая отрасль, и социальная сфера. Уже после пленарной части участники семинара приступили к работам в группах. Каждая из них отведена на специальное направление по вопросу улучшения городского облика. Суд признал незаконным уголовное дело против депутата Фикрета Раджабова. Напомним, Раджабова арестовали на два месяца в мае этого года по подозрению в создании преступного сообщества, которое занималось незаконным отчуждением земель. Его адвокаты обжаловали решение суда, и Верховный суд Республики смягчил меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. Но при выходе из СИЗО Раджабова вновь задержали в рамках нового уголовного дела о мошенничестве. Сейчас же Советский районный суд признал дело незаконным. Дагестан готов к зиме на 80%. В целях недопущения аварии на объектах ЖКХ заменено 18 километров ветких сетей теплоснабжения, вода и электроснабжения. В городах и районах подготовлено 365 котельных, 17 центральных тепловых пунктов. В случае неблагоприятных погодных условий для механизированной уборки уличной дорожной сети от снега подготовлено 199 единиц спецтехники. Отметим, начало отопительного периода в регионе запланировано с 25 октября по 1 ноября. И к другим темам. Детская клиническая больница отмечает свой юбилей. Вот уже почти полвека современное оборудование и профессионализм врачей ежегодно помогают спасти жизни нескольких сотен пациентов. Лечение больницы каждый год получает более 8 тысяч детей. ДКБ – это первое учреждение в Дагестане, где открылось детское отделение палеоативной помощи. За нелегкие труды, заботу о пациентах лучшим специалистам вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения и города Махачкалы. Юбилей – это не только исторический отрезок времени этой эпохи со своими этапами, конкретными людьми и делами. За этим юбилеем, конечно же, ежедневный и самоотверженный ваш труд. Ваши врачи, медицинские сестер, наши медицинские персоналы, наши больницы. Мы будем уделять действительно очень пристальное внимание, чтобы мы могли конкурировать не только интеллектом, своими знаниями, но и в том числе, что и материотехническая база была соответствовала современным требованиям. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. Выявлять самовольно занятые земли в Дагестане теперь будут с помощью дронов. Республика станет одним из первых субъектов в стране, на территории которого Росреестром Дагестана будет запущен пилотный проект по использованию данных дистанционного зондирования земли. Их планируется получать с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они будут осуществлять государственный земельный настор. Горнолыжная база Чендерчиро не будет работать этой зимой. Сообщение появилось на страничке Инстаграм базы отдыха. При этом не говорится о конкретных поводах, которые привели к закрытию базы. Причины самые разные, отмечается в посте. Откроется Чендерчиро снова уже в зимний период 2020 года. Россиянам запретили курить и готовить шашлык на балконах. Правительство изменило правила противопожарного режима. Согласно новым постановлениям, жителям страны нельзя будет использовать открытый огонь на балконах квартир, также общежития и гостиниц. Кроме того, вводятся новые требования к обеспечению пожарной безопасности ряда учреждений. Так, кинотеатры перед сеансами начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара. А палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах. Правила вступят в силу с 1 октября. Легкоатлеты Дагестана выступят на Кубке главы республики. Шестые традиционные соревнования пройдут с 5 по 6 октября на стадионе имени Елены Исимбаевой. Ежегодно свои силы в этих состязаниях пробуют более 300 спортсменов. Это мужчины, женщины и ветераны. Участники будут состязаться в беге на различные дистанции, прыжках в длину, толкании ядра, метании диска и легкоатлетической эстафете. Призеров определят как в личном, так и командном зачете. Ну а это были все новости. К этому часу еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok